Здесь я хочу сказать, что иногда, когда говоришь маркетизация образования, этот термин, это англицизм, понятно, не все мы любим эти англицизмы, но когда говоришь маркетизация образования, многие это ассоциируют с маркетингом, то есть продвижение, реклама образования. Нет, этот термин, он несет другой смысл, другое значение и образован он от слова английского market рынок. То есть мне спрашивают, что нельзя русское подобрать слово, но наверное можно, я даже где-то в публицистических статьях своих публикациях как-то называла этот процесс орыночнивание, но по-русски как-то это не очень звучит. Поэтому вот такой термин маркетизация образования, но я не могу сказать, что это я его придумала, авторство не буду себе приписывать. В научной литературе и в публицистическом вы можете встретить такие понятия, как маркетизация, коммерциализация образования, это уже не является открытием. Но иногда разные авторы и исследователи вкладывают разные понятия в эти термины. Я сегодня постараюсь пояснить, как я понимаю процесс маркетизации и в том числе разобраться в этих понятиях маркетизации, коммерциализации, образования, что это такое. Теперь разрешите, если я буду сидя. Значит, что касается исследования, то любое исследование, оно должно строиться на определенной методологии. Я считаю, что это успех любого исследования, когда есть стержень. Когда есть стержень, ты придерживаешься этого стержня, иногда тебя может куда-то уносить в другие степи, но ты все-таки придерживаешься этого стержня. И это очень помогает. И поэтому я хочу сказать, что у меня есть этот стержень, я его когда-то приобрела, я от него не отступаю, и мне это очень помогает в исследовании. И поэтому вот две ремарки, которые я до основной части доклада хотела бы сделать. Первое, что мой доклад может быть к чему-то сожалению, но будет носить теоретико-методологический характер, но я постараюсь не быть скучной. То есть большого количества таблиц с информацией, графиков, к сожалению, не будет. Но карикатуры и веселые картинки, хотя на очень серьезные темы, я обещаю. Это первый момент. Второй момент по поводу методологии. То есть мое исследование базируется на методологии современной политической экономии, фундаментом которой бесспорно является классическая марксистская политическая экономия. И это основа исследования, и естественно вы все увидите и узнаете. Во-первых, что касается политэкономии и того, на чем я основывала свое исследование. Я много об этом не буду говорить, но все-таки должна сказать, что это направление в науке есть, и оно реализуется. И хочу привести несколько просто имен, несколько книг, которые вдохновили меня и вдохновляют до сих пор, и может быть вдохновят и вас. Это двухтомник «Глобальный капитал» Александра Владимировича Бузгалин, который сегодня присутствует в нашей аудитории, и Андрей Иванович Калганов. Я, конечно, должна оговориться, что, во-первых, намного больше представителей этого течения, чем я привела на этом слайде. Но просто это вот именно те книги, которые меня вдохновляли. И у Андрея Ивановича и Александра Владимировича, конечно, гораздо больше книг, на которые стоит обратить внимание. Вторая книга – «Нереальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствия для мирового хозяйства и России» Рязана Виктор Тимофеевич. К сожалению, недавно от нас ушедший. Он возглавлял кафедру экономической теории Санкт-Петербургского госуниверситета. Ну и третий – это журнал «Вопросы политической экономии», который с 2015 года издается в бумажном виде. И наш дружный коллектив, вот и Сергей Александрович является членом редколлегии Александр Владимирович, и я член редколлегии этого журнала. Хочу сказать, что в этом журнале можно познакомиться не только с исследованиями маститых ученых, но и с исследованиями молодых ученых. То, как молодые аспиранты и даже магистранты применяют методологию политической экономии в своих исследованиях, и вы можете познакомиться на страницах этого журнала. Сразу могу интригу зародить умы, что после окончания сегодняшнего заседания вы можете познакомиться с журналом «Воочию». Это вот то, что вдохновило меня и, надеюсь, может быть, заинтересует вас. Значит, что касается теперь непосредственно к теме исследования. Образование. Конечно, когда говоришь об образовании, знании, мы, можно сказать, думаем, а что может быть выше, светлее, чем вот этот процесс образования, получения знаний, впитывания знаний. Поэтому, если говорить об образовании, то в первую очередь хочу отметить, что образование имеет общественную значимость и имеет общественную сущность. Почему? Потому что образование было, есть и будет, пока есть человек. Мы развиваемся, а значит, есть образование. Мы летим в космос, а значит, есть образование. Мы делаем какие-то открытия, значит, есть образование, есть наука. Но, однако же, несмотря на то, что образование имеет вот такую общественную сущность и общечеловеческое значение, оно должно вписаться в определенную систему. Потому что как человек вписывается в определенную систему, потому что мы живем в определенной системе социально-экономических и общественных отношений, так и образование, соответственно, должно вписываться в эту систему. И получается, что если исходить из политэкономического подхода, то есть в чем сущность именно политэкономического подхода к исследованию образования, то что образование приобретает конкретно исторический характер. То есть если мы посмотрим образование, которое было при феодализме, то оно имело свои оттенки, свои особенности. Если мы говорим об образовании в эпоху капитализма, то эта система образования и образование в целом имеют свои оттенки, свои особенности. И задаются эти особенности в первую очередь теми общественными отношениями, ну и в частности социально-экономическими отношениями, о которых я буду более подробно сегодня говорить. Они влияют на, соответственно, формирование той или иной системы образования. Политоэкономический подход и вообще политическая экономия – это не искусственное соединение политики и экономики. И тем более не, допустим, изучение политической борьбы в сфере образования, например, в образовательной политике. Нет, это не это. Если вот на первый взгляд, может быть, кто не знаком с политической экономией, методологией, может показаться – нет. Поэтому, если говорить о политэкономическом подходе, то здесь задача исследования состояла именно исследовать, как трансформировались социально-экономические отношения в сфере образования под влиянием развития рыночно-капиталистических отношений. И еще политэкономический подход состоит в том, что исследуется не вообще процесс образования, не вообще процесс трансформации образования в ту или иную систему, а именно трансформация системы образования в капиталистической системе. То есть берется определенная эпоха. И второй момент, который определяет политэкономический подход в исследовании – это то, что в единстве исторического и логического исследуется развертывание этого процесса от самых малых первых признаков до самых развернутых и явных, которые мы можем наблюдать. Далее я уже подчеркнула, что система образования имеет конкретный исторический характер. То есть в определенной общественно-экономической системе складывается определенная система образования. Это сформулировала не я, но это была отправная точка в моем исследовании. Кто же сформулировал такой замечательный и правильный, на мой взгляд, тезис? А сформулировали этот тезис в своих работах разные ученые разных периодов. Но это политэкономы, это социальные философы. И я коротко не могу не остановиться на этих личностях, ученых, великих ученых. Во-первых, это Карл Маркс и Фридрих Энгельс, они писали, у них нет отдельного труда по системе образования или воспитания, но у них есть разные работы в разных их трудах по системе образования и воспитания. В Советском Союзе и у Ленина то же самое, как бы тоже много публикаций было. Наверное, Ленин даже больше уделял внимания в своих работах в системе образования и воспитания. Вот в Советском Союзе были подборки их работ по системе образования и воспитания, были выпущены такие их книги о воспитании и образовании. Как у Маркса и Энгельса такая подборка, чтобы мы не искали во всем собрании сочинений, так и, соответственно, у Ленина. Дальше их последователи, опять-таки, это представители разных стран, разных наук. Антонио Грамши. Это итальянский, ну, наверное, можно сказать, политический общественный деятель, но я считаю, что он тоже политэконом. И вот, в частности, в данном случае, наверное, социальным философом выступает. У него тоже не было отдельных работ по системе образования и воспитания. Но в тюремных тетрадях его, потом, если кто хочет и кто не знает, почитайте, почему тюремные тетради. Итак, в его тюремных тетрадях было очень много написано о формировании определенной системы образования для того, чтобы изменить существующую систему капитализма на тот момент. И, опять-таки, в Советском Союзе была сделана подборка этих его работ из тюремных тетрадей и издана книга под названием «Формирование человека». Тоже очень интересная книга, рекомендую. Дальше уже советский философ, я его тоже считаю политэкономом, это Эвальд Васильевич Ильенков. У него есть тоже много трудов, он не только философ, он не только политэкономный, он прекрасный педагог. И у него в связи с этим тоже очень много статей по формированию той или иной системы образования и воспитания, и какой она должна быть для формирования личности человека. Не просто профессионала, человека с определенными профессиональными знаниями, а именно личности человека. Ну вот, в частности, его книга «Философия и культура», в ней есть некоторые статьи вот как раз-таки по этой тематике. Дальше английский историк, обществовед Брайан Саймон, тоже в Советском Союзе была издана его книга «Общество и образование». Тоже интересный взгляд на развитие системы образования. Ну вот, кстати, видите, человек, который, можно сказать, в центре капиталистической системы, но у него такой социально ориентированный взгляд на формирование системы образования. Интересная книга. И западный, как его называют, неомарксист Иштван Мессерш, венгерского происхождения, ученик Дьорджа Лукача, он написал книгу «Образование по ту сторону капитала». Она издана в 2008 году, к сожалению, только на португальском языке. Но отдельные ее фрагменты переведены на русский язык, и можно эти фрагменты найти в интернете. Итак, вот все эти люди, все эти ученые, я бы так сказала, великие люди, они в своих работах сформулировали так или иначе вот этот тезис, который я сформулировала в общем, аккумулировать все то, о чем они писали и говорили, что в определенных общественно-экономических системах образование приобретает конкретную историческую и социально-экономическую форму, самое главное, которая может не соответствовать общественной сущности образования. Общественную сущность образования, я, кстати, вам забыла сформулировать вначале, начала говорить, но до конца не сформулировала. Вообще общественная сущность образования состоит в том, что сфера образования – это сфера сотворчества, которое формирует общественные блага и направлено на всестороннее гармоничное развитие личности. Вы можете сказать, что Наталья Геннадьевна, какие высокие вы тут фразы говорите. Но если вы будете не так просто слушать, а поставите себя или своих детей в центр событий, вы хотите, чтобы они пришли к такому учителю, который всесторонне, гармонично посмотрел на эту личность, нашел что-то интересное в этой личности, не следил за часами, когда закончится урок, и что ему надо бежать в другую школу, потому что он работает в двух-трех школах, например. Ведь правда, мы хотим, чтобы к нам внимательно относились. Вот это и есть общественная сущность образования. Так вот, социально-экономические отношения, определенные общественно-экономические системы, они могут надевать, так сказать, сюртучок на эту общественную сущность образования, а где-то и сковывать ее, где-то развивать, может быть, улучшать, вот именно таким образом строить систему образования, а где-то сковывать. Вот, значит, теперь непосредственно уже к сущности темы маркетизация образования. Как я уже сказала в начале, что маркетизация — это слово «рынок», если по-русски сказать, так скажем, о рыночнивании образования. Оно началось довольно давно, я еще чуть попозже о процессе развертывания поговорю, но я почему-то, когда готовила доклад, решила начать с конца, с того, к чему мы пришли сейчас, и что мы имеем на рубеже 20-21 века. Вообще, казалось бы, с теми достижениями, которые, например, были в Советском Союзе, в сфере образования и науки, мы должны были далеко к сегодняшнюю моменту времени уйти, но если читать фантастов советских, то точно полететь на многие планеты. Но почему-то не получилось. Почему не получилось? Давайте о том, где мы сейчас находимся, и даже больше, наверное, не о России, но о России чуть позже скажу. Значит, где мы сейчас находимся? Дело в том, что капитализм как эпоха, как общественно-экономическая система, она развивается не один год, не 10 лет, но не так давно, но все равно. Понятно, что были разные этапы развития, но к чему мы пришли сейчас, на рубеже 20-21 века? Это так называемый неолиберальный этап капитализма, капиталистической системы, который характеризуется, ярко его отличие, это десоциализация экономики общества. Десоциализация, ну, если проще сказать, это, так скажем, отворот от человека, от общества. Это характеризуется тем, что у нас происходит уход государства от, так скажем, социальной ответственности за развитие человека, за развитие социальной сферы, здравоохранения, культуры и так далее. Так вот, если говорить о сфере образования, то в капиталистической системе образование приобретает форму частного блага. Частного блага, который реализуется в форме обычной услуги, и очень часто, в большей степени, чем дальше, тем больше, в виде коммерческой услуги. А сама сфера образования из общественной, или, так скажем, социально ориентированной, трансформируется в рыночную, в рыночно ориентированную. Ну вот, я привела тут как раз-таки цитату из книги Иштвана Ме Сарэше. Как он описывает, что происходит в социальной сфере, как раз-таки на вот этом этапе неолиберализма, на неолиберальном этапе развития капиталистической системы. Для того, чтобы не потерять контроль над ситуацией, современный неолиберальный капитализм вынужден усиливать не столько внешнюю агрессивную экспансию, сколько внутреннюю, вторгаясь в сферы, которые раньше непосредственно не являлись рыночными образования, медицина, наука, культура, коммунальное хозяйство, с тем, чтобы коммерциализировать их и включить в систему получения прибавочной стоимости. Ну, очень таким политэкономическим, я сказала бы, языком написано, но, тем не менее, я думаю, что всем понятно. Вот к чему мы подошли сегодня. Вот это, по сути дела, сегодняшняя точка в развитии системы образования. То есть мы видим, что капитализм, что сделал, очень хорошо, так скажем, сюртук насадил на систему образования и, можно сказать, застегнул его на все пуговицы. Что касается России и вот этого тезиса, что именно, которое я говорила на предыдущем слайде, показывала, что разные общественно-экономические системы воздействуют на систему образования своими социально-экономическими отношениями. Мы с вами это точно на своей, так сказать, шкуре испытали, ну, многие, во всяком случае, из нас, когда после распада Советского Союза социально-экономические отношения реального, так скажем, социализма, переходя в олигархический бюрократический капитализм, в корне изменили систему образования. Ну, даже такие вот на вскидку самые маленькие, так скажем, примеры, из полностью бесплатного для населения образования, сейчас оно на 50%, это высшее образование, статистика по высшему образованию, является платным для населения. Если раньше была связь с экономикой, если была определенная востребованность, то сейчас это полностью определяется конъюнктурой рынка. Далее изменилась сама образовательная организация, то есть управление образовательными организациями, взаимоотношения внутри образовательной организации. Образовательные организации — это и школы, и университеты. То есть мы стали свидетелями того, как действительно изменение социально-экономических отношений одной системы изменили очень сильно систему образования, потому что система образования оказалась в системе других социально-экономических отношений, в частности капитализма, который многие ученые охарактеризуют российский капитализм, как олигархический, бюрократический капитализм. Теперь непосредственно о развертывании процесса маркетизации образования в капиталистической системе. Понятно, что в докапиталистических системах, когда у тех людей, кто жил в докапиталистической системе, в основном был ручной репродуктивный труд, натуральное хозяйство, внеэкономическое принуждение, то есть крепостничество, рабство. Понятно, что тогда образование не было включено в экономическое взаимодействие. И в основном оно было необходимо для того, чтобы воспроизводить и поддерживать власть господствующего класса. Ну на каких-то этапах это аристократия, церкви и так далее. Поэтому, в принципе, тут мы можем говорить о том, что образование не носило никакой экономический оттенок. Но посмотрите, что происходит, когда зарождаются капиталистические отношения. И даже не первоначальные капиталистические отношения, которые, так скажем, вышелушиваются из феодализма, а уже на этапе индустриальном. Когда мы говорим о капиталистической системе уже индустриального типа. То тогда уже образование необходимо было не только для того, чтобы поддерживать и воспроизводить власть господствующего класса. Политическую, духовную, неважно какую власть. Но нужно было управлять и хозяйством, и в большей степени производством, хозяйством, экономикой, если так по-крупному брать. Поэтому стал расширяться доступ к образованию, появились рабочие специальности, инженерные. Нужно было управлять даже не только производством, а потом уже нужно было управлять капиталом. Поэтому в экономике капиталистического хозяйства, особенно индустриального типа, образование начинает играть уже совершенно иную роль. И происходит так называемая экономизация образования. То есть когда образование ориентируется на цели развития экономики определенной общественно-экономической системы. Почему я здесь делаю оговорку определенной экономической системы? Потому что, во-первых, экономизация образования происходит не только при капитализме. Например, если мы вспомним тот же Советский Союз, то там тоже была экономизация образования. Потому что тоже образование работало, так скажем, на цели определенной экономической системы. Но цели были другие у системы. И поэтому дальше, после экономизации, следующим этапом у Советского Союза, если он существовал бы, может был бы другой этап в развитии системы образования. А вот у капиталистической системы он другой. То есть вот экономизация – это тот процесс, который характерен и для капитализма, и для социализма. Но имеет разные цели. Потому что разные общественно-экономические системы, и, соответственно, разные социально-экономические и вообще общественные отношения. Вот экономизация – это процесс нетождественной маркетизации. Но это уже начальный этап маркетизации именно при капитализме. То есть в другой системе, возможно, из-за экономизации дальше не пошла бы маркетизация образования. Но в капиталистической системе произошло именно так. А произошло что? То, что рыночные механизмы, рыночные отношения начали втягивать образование. И все процессы, образовательные процессы, управление образованием, они начали подчиняться рынку, частной собственности и капиталу. Потому что, естественно, что, вот как я приводила цитату из Иштвана Мессереша, что капиталистическая система сама по себе, развиваясь как бы щупальцами, она влазит в разные системы, в том числе и социальную сферу. Потому что уже негде прибавочную стоимость получать. Там, где она получалась, например, в начале 20 века. И что касается коммерциализации образования. Вот это усиление рыночных механизмов – это процесс коммерциализации образования. И коммерциализация образования, вот на слайде вы видите, то это что? Это подчинение всех слабогаймах образовательного процесса чему? Первое – отношением товарного производства и обмена. И превращение таким образом образования в сферу осуществления рыночных услуг. Именно вот на этом этапе происходит. И второе – это специфическим целям получения коммерческого результата, а не развития образования как такового. То есть на этапе коммерциализации уже происходит трансформация цели как таковой образовательной. То есть если мы говорили о целях образования общечеловеческих и общественных, это все-таки образование, получение знаний, то здесь и формирование личности, как я говорила, то здесь уже на первый план уходит получение коммерческого результата. Хочу подчеркнуть, что под коммерческим результатом образовательных организаций понимается не только прямая денежная выгода, как это для других организаций происходит. Это, например, определенные места в рейтингах, это определенное количество учеников в процессе, в пространстве подушевого финансирования, когда у нас существует система подушевого финансирования. Даже то же количество олимпиадников, допустим, сейчас, это все можно трансформировать в коммерческий результат. И когда обычно рассказываешь об этом, говорят, ну а вот Соединенные Штаты Америки, ведь смотрите, как у них все замечательно. Наверное, это хороший пример коммерциализированного образования, у них все замечательно. Такие университеты, которые занимают первые места в мировых рейтингах, вот видите, на них надо равняться, не так же все плохо. Но вот оказывается, не все то золото, что блестит. Дело в том, что действительно Соединенные Штаты Америки и система образования, которая сформировала США, это хороший, можно даже сказать, лучший пример коммерциализированного образования. Но там есть свои проблемы. Вот, например, я привела на слайде цитату из книги дважды ректора Гарвардского университета Дерека Бока. Это книга университета в условиях рынка «Коммерциализация высшего образования». Она издана на русском языке, переведена полностью, так что, если интересно, можно ее найти в интернете, в открытом доступе. Я привела две его цитаты. Во введение и в заключение. Первая цитата из введения. На протяжении последних 25 лет, отсчитывайте от 2003 года, потому что в 2003 году на английском языке книга вышла, на протяжении последних 25 лет университеты, имеется в виду американские, с небывалой энергией продают свои знания и умения частным лицам и корпорациям. И заканчиваю до заключения. Наблюдая за происходящим, я опасаюсь, что под воздействием коммерциализации может измениться сама природа академических учреждений, и нам придется об этом пожалеть. Это пишет дважды ректор Гарвардского университета. Вот пример коммерциализированной системы образования. Что касается дальнейшего развития процесса маркетизации образования. Оно идет, так сказать, в ногу с развитием капиталистических отношений. А капиталистические отношения у нас видоизменились следующим образом. Сейчас мы говорим о таком процессе, это как раз уже современность наша, о том, что происходит финансиализация экономики. Финансиализация экономики, если коротко, это когда финансовый сектор превалирует над реальным сектором экономики. Такое уже произошло, все испытали это на себе. И дело в том, что финансиализация, она не закончилась на экономических отношениях как таковых. Он начал этот процесс расползаться и на общество, на общественные отношения, и на социальную сферу, в том числе на сферу образования. Если говорить о проявлениях этого процесса, то, во-первых, о финансиализации образования пока еще говорят очень мало и пишут. На русском языке, наверное, практически не пишут. Англоязычные авторы используют этот термин финансиализации образования, есть его определения, есть статьи на эту тему. Но финансиализация образования, этот процесс ярко представлен, конечно, в странах ядра капиталистической системы. У нас в России можно заметить какие-то такие неявные проявления, хотя, на мой взгляд, они тоже говорят о том, что этот процесс может развернуться и у нас. Итак, вот вы видите, я на слайде привела вот это вот первое понимание финансиализации образования. Что это такое? Это то, может быть, что нам кажется вполне обычным, и что тут такого? Это когда усиливается влияние на образовательный процесс и управление образовательными организациями финансовых мотивов, рынков, конкретных влиятельных лиц, корпораций и финансового учреждения. Можно на первый взгляд сказать, а что здесь страшного? Но это первые признаки и первый этап. Далее. Значит, финансиализация образования, как я говорю, есть уже эмпирические проявления. Я здесь, к сожалению, не смогла так систематизировать четко вот это вот на Западе, а вот это вот у нас. Просто для того, чтобы сократить время, я привела примеры такие яркие вперемешку. Значит, какие эмпирические проявления финансиализации образования? Во-первых, снижение доли бюджетного финансирования с одновременным возрастанием роли доходов от финансово-инновационной деятельности университетов. Статистики очень много, все это прекрасно знают, но просто официальная статистика, чтобы вам не голословить. По странам ОСР, туда входит 37 стран, куда входят развитые страны и развивающиеся страны. Но это постоянные члены этой организации экономического сотрудничества и развития. Но есть определенное количество стран, которые на разных условиях туда ходят. Так вот, в период с 2012 по 2018 год государственные расходы на образовательные учреждения, выраженные в доле кваловому внутреннему продукту, снизили в среднем на 4%, в высшем образовании на 8%. Ну, можно сказать, да вот какая малость, что тут там 4-8%. Но учтем, что на образование вообще выделяется не так много денег из госбюджетов стран. Самое большое, максимальное, это 7%. Скандинавские страны, например, Норвегия. И 3,5% у нас. Ну, плюс, если каждый год будет сокращение, или каждые 5 лет в этом проценте, то, наверное, вот вам и десоциализация экономики. Второе. А, и вот одновременно с сокращением государственного финансирования, бюджетного финансирования сферы образования, что происходит? Особенно это ярко выражено в высшем образовании, в университетах. То, что начинается активная финансово-инвестиционная деятельность. У нас нет, потому что у нас университеты, так скажем, бедные. Даже великие университеты, ну, я думаю, что у их бюджета намного меньше, чем университеты те же самые американские. Но, например, тот же Гарвард, вот это в книге описывал Дерек Бок, что в Гарвардском университете есть дочерняя фирма, причем он открыт это пишет, Гарвард Корпорейшн, которая занимается инвестиционной финансовой деятельностью. А как она занимается? Она просто-напросто зарабатывает деньги на финансовых рынках. И он открыто писал, что она зарабатывает такое количество денег, эта фирма, что это самый большой вклад в прибыль университета из всех источников. Вот, поэтому это вот к чему ведет. Почему он говорил о том, что академические ценности, вот в этой цитате, будут потеряны? Потому что получается, что а где разница между коммерческой структурой и университетом? Получается, если университет сможет так деньги зарабатывать. Но понятно, что университет может использовать эти деньги во благо студентов и так далее, это замечательно. Но главное, чтобы это использовалось во благо студентов и развития университета. Второй момент, эмпирическое проявление финансиализации образования. Это подчинение финансовому капиталу такого традиционного канала финансирования образовательных организаций, как плата за обучение. Ну, понятно, если мы говорим о 50% у нас платного высшего образования, то люди где-то должны брать деньги. У нас, наверное, к счастью, пока еще вот это вот кредитование, образовательные кредиты не так распространены. Хотя подвижки к этому делаются, делались и делаются. Кроме кредитования у нас пытались еще образовательные ваучеры не так давно внедрить. Но некоторые общественные движения, непосредственно люди, которые отстаивают социально ориентированное образование, они все-таки противостоят этому процессу. Итак, что касается кредитов, самое яркое, опять-таки, Соединенные Штаты. Вот я вам привела цитату из Financial Times от 2018 года, что общий долг студентов на 2018 год – это 1,5 триллиона долларов. И они провели исследование, и это исследование показало, что 40% из этого долга к 2023 году не будет выплачено. И это о чем говорит, это не я придумала, это продолжение вот этой статьи в Financial Times, что образовательные кредиты, они по задолженности на втором месте в американской экономике после ипотечных. То есть, по сути дела, это такой второй пузырь финансовый в Америке организуется таким образом после ипотечного. Следующий момент – это еще одно из эмпирических проявлений финансиализации образования. Почему останавливаюсь на этом более подробно? Ну, это такая наиболее новая информация, допустим, нежели коммерциализация образования. Об этом много написано. Итак, третье – возрастание роли финансовых подразделений в структуре университета, а также изменения в системе управления университетами. Ну, опять-таки, наверное, у нас, в наших университетах еще не дошло до дочерних финансово-инвестиционных компаний, но то, что в структуре университетов административные подразделения, финансово-экономические подразделения начинают играть немаловажно, а то и более важную роль, чем образовательные подразделения, это и есть такая тенденция. Ну, и что касается управления университетами, тут тоже в наших ведущих университетах, хотя сейчас это, по-моему, повсеместно, созданы по западному манеру попечительские советы, и вот в этих попечительских советах главную роль играют руководители, ладно, крупных корпораций производственных, а зачастую это в основном банкиры, представители финансовых и инвестиционных групп, крупных причем. Я тут привела Санкт-Петербургский госуниверситет, чтобы не обижать никого из москвичей, но поверьте мне, и МГУ, и Высшая школа экономики, и все другие университеты, попечительские советы не блещут представителями академической науки, великими учеными, а блещут представителями финансовых структур. Может быть, это и хорошо, они, наверное, помогают развиваться университетам, но, как Вы думаете, они влияют на управление университетами? Наверное, да. Четвертый момент эмпирического проявления – это усиление финансализации экономики и общества в целом влияет на изменение содержания и структуры образовательного процесса. Я уже говорила, что на первый взгляд это может казаться несерьезным. А что здесь такого, что, например, у нас с детского сада с некоторых времен изучают финансовую грамотность? Дети 50 лет участвуют в конкурсе финансовых сказок. Вот я тоже думала, что это смешно, но это не смешно. Вот Мария, она может рассказать потом после моего доклада, она реальный участник этого процесса, и она скажет, что я не голословлю. Значит, вот смотрите, в 2011 году в Российской Федерации реализуется, я не знаю, это доклад и материалы готовились до 24 февраля 2022 года, может быть, эти все проекты сейчас потеряли силу, но они уже закончились почти, там до 2023 года, поэтому с 2011 года мы много чего наделали. Итак, с 2011 года в Российской Федерации реализуется совместный проект Минфина Российской Федерации и Всемирного банка, содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации. Наверное, в этом действительно нет ничего страшного. Наверное, это наоборот хорошо, чтобы нас не обманули мошенники и так далее. Но одно дело обучать финансовой грамотности населения взрослые, а другое дело воздействовать таким образом на мышление, личность ребенка, начиная с детского сада. Это действительно серьезно, я не обманываю. Это два ведущих вуза, МГУ и Высшая школа экономики, реализуют этот проект. Если я не ошибаюсь, Высшая школа экономики отвечает за детские сады и школы, да? Может, я не вру? А Московский государственный университет отвечает за высшее образование. Готовятся преподаватели, готовится очень много книг, на это выделяются деньги. И это действительно массовый процесс в Российской Федерации. Ну, наверное, в этом нет ничего страшного, хотя я думаю, что есть страшное. Вот, я закончила говорить об основных этапах маркетизации образования. Коротко просто покажу вот этот общий рисунок, чтобы у вас не сложилось впечатление, что вот экономизация произошла и отпала, ее заменила коммерциализация. Коммерциализация образования закончилась, теперь у нас все финансализируется. Нет, не так. Конечно же, есть образование, которое служит экономическим целям развития системы, и это, наверное, хорошее образование, но все равно на нее накручивается коммерциализация образования, и сейчас вот уже есть признаки финансализации образования. Вот такой гремучий клубок, как бы я назвала его, к чему мы подходим к настоящему моменту времени. Теперь немножко о России. Значит, что касается Российской Федерации, то, начиная с распада Советского Союза, с начала 90-х годов у нас прошли рыночные реформы, естественно, не только в экономической жизни, но и вот в социальных сферах, в частности, в образовании. Значит, у нас сформировалась рыночно-ориентированная модель образования. Какие признаки этого? Первое. Это появление так называемого платного образования формирования. Оно распадается на несколько блоков. Во-первых, это негосударственные или частные образовательные учреждения. И второе. Это платные специальности, факультеты, подразделения, группы и так далее в государственных вузах. То есть, если мы говорим о том, что вуз государственный, это не значит, что он 100% финансируется государством. У него есть определенная часть студентов, которые оплачивают свое обучение, ну так скажем, из своего кармана или из кармана своих родителей. Ну вот, вы цифры можете видеть сами. Ну вот, например, динамика численности студентов в государственных образовательных организациях по источникам финансирования. Вот смотрите, 95-96 учебный год. 91% обучались за государственный счет. И лишь только 9% за собственный счет. 18-19 учебный год. 48,7% только за государственный счет. И 49,6% за свой счет. Это по высшему образованию. Далее, значит, что касается еще специфики России и формирования, так скажем, рыночно-ориентированной модели. Конечно же, это все не просто так происходит, а с поддержкой государства. Естественно, это институциональный процесс поддерживается. Вот я вам просто для примера привела два, не то что даже поддерживается, а направляется формирование рыночно-ориентированной модели образования в России. Два закона, которые, по сути дела, узаконили образование как сферу услуг и дали старт коммерциализации образования. Ну, не буду перечислять эти законы. Вот они есть. И я через тире дала, что первый закон, это, по сути дела, коммерциализация бюджетных организаций. Второй закон, это деятельность по реализации органов власти была признана услугой. То есть, по сути дела, образование было признано тоже услугой. Что касается еще специфики России, то наша плохая, так скажем, черта, это то, что у нас очень низкое бюджетное финансирование образования по сравнению с другими странами. Если, например, мы возьмем даже те же Соединенные Штаты, это 6%, Норвегия, это 7%. У нас, вы видите, я специально привела, вот 50-е годы Советский Союз, это 10-12% отвалового внутреннего продукта. 70-е годы это 7%, 95-е годы уже после развала 4%, и далее до сегодняшнего времени это в среднем не больше 3,5%, то есть плюс-минус, там 0,1-0,2%. Это по сравнению с другими странами очень низкий показатель. Но мне кажется, результаты налицо, а результаты какие? С одной стороны, наверное, можно сказать, что есть определенные плюсы вот в такой рыночной ориентации образования. Ну, во-первых, снижение давления на бюджет. То есть после развала Советского Союза, наверное, мы были как у разбитого корыта, и то, что был дан старт коммерциализации образования, это снизило нагрузку на бюджет. Второе, это развитие частной инициативы в сфере образования. Ну, действительно, если посмотреть, у нас есть негосударственные вузы, хорошие негосударственные вузы. Ну, понятно, что негосударственным образовательным учреждениям у нас в стране вообще никакой, до недавнего времени вообще никакой помощи не оказывалось, вообще никакой. Они финансировались самостоятельно. А с недавнего времени им выделяются небольшие деньги на набор студентов, на некоторые специальности. Так, итак, значит, еще какая может быть положительная черта включения в мировые образовательные стандарты? Но это сейчас не модно говорить, потому что, говорят, модно говорить, что мы выходим из баломского процесса. Но до недавнего времени это было очень хорошим показателем, что наше российское образование вошло в мировые образовательные стандарты. Мы соответствуем ведущим западным стандартам. Наши студенты могут ездить туда и обучаться, могут даже обмениваться и какие-то курсы доучиваться там. Но вот это плюсы. С другой стороны, отрицательные моменты вот этой трансформации постсоветского образования. Во-первых, снижение качества образования. Не буду говорить подробно об этом, но, наверное, многие со мной согласятся. Во-вторых, рост неравенства в доступе к образованию и, как следствие, появление сегрегации. К сожалению, это очень опасная тенденция. Когда дети уже с камьи детского сада знают, что вот Вася пойдет вот в эту элитную школу, потому что его мама с папой могут за нее заплатить. Там все так хорошо, там даже в бассейн возят на своем частном автобусе. А вот девочка Маша, она не сможет пойти в эту элитную школу, а пойдет в общеобразовательный конгломерат, центр огромный, в своем районе. И не будет у нее бассейна, и даже школьной территории не будет, потому что школа маленькая, и, в общем, вот Маша бедная и несчастная. Вот когда дети с детского сада об этом знают, обсуждают это, это, мне кажется, очень страшно. Это сегрегация уже на уровне детей, которые, представляете, вот с этих пор, потом дальше пойдет у этого мальчика элитный университет, а у этой девочки какой-то там второсортный или третий сортный университет. Извините, так, наверное, нехорошо говорить об образовательных учреждениях, но, к сожалению, даже работники сферы образования говорят, вот этот ВУЗ первосортный, а вот это, извините, ну, лучше туда не отдавай своего ребенка, это все-таки как-то не очень качественное образование. Третье. Невысокие результаты инновационности российской экономики. Ну, наверное, напрямую это не связано с системой образования, но все-таки образование тут тоже вносит свой вклад. Я хочу сказать еще о двух этапах, скоро уже закончу, о парадоксальных тенденциях, которые сопровождают вот этот процесс коммерциализации образования российского. У нас все-таки мы, слава богу, пока остановились на коммерциализации, и я надеюсь, что дальше мы как-то сориентируемся и пойдем по другому пути. Так вот, как ни странно, но и парадоксально, вот у нас процесс коммерциализации в России еще с двумя очень страшными процессами связан. Это бюрократизация и менеджеризация. Хотя, вроде бы, как куда уж больше бюрократии, чем в Советском Союзе, но, к сожалению, есть. Значит, я не буду зачитывать то, что есть на слайде, но действительно система образования забюрократизирована, причем можно с разных сторон посмотреть на это, начиная с того тотального контроля, под который попадает школа, университет, конкретные преподаватели и ученики, и студенты. То есть такое ощущение, что кто-то у нас в государстве не доверяет людям, которые занимаются процессом сотворчества и формирования всесторонней гармонично развитой личности. Второй момент – это то, что у нас, к сожалению, процесс обучения вот этого сотворчества, он тоже очень сильно забюрократизирован. Здесь я знаю, есть школьники, и они мне дадут соврать, что, наверное, пообщаться с учителем вот так тет-а-тет и по душам можно только на переменке. То есть, если учитель найдет время и оторвется от компьютера, потому что ему нужно на компьютере заполнить отчетность после каждого урока. Ну и так далее. То есть тут бюрократизация с разных сторон. Менеджеризация может показаться странным явлением, и вообще, сколько можно Наталье Геннадьевне сыпать такими терминами страшными, но это не даже детственная бюрократизация. Действительно, вот этот вот процесс, когда у нас появились эффективные менеджеры в образовании, которые зачастую иногда не имеют отношения никакой ни к образованию, ни к науке, они начинают управлять образовательной организацией, даже школами. Это действительно парадоксальное явление. И сейчас я вот просто наблюдаю тенденцию, что вроде как пошел откат, и есть положительная тенденция в том, что все-таки назначаются действительно люди, которые имеют отношение к образованию. Но назначаются, а не выбираются. Ну и, соответственно, вы видите все тут моменты, которые характеризуют менеджеризацию. Но вот этот вот эффективный менеджер, который управляет образовательной организацией, он, к сожалению, выполняет, опять-таки, нацелен на цели непосредственно образовательного процесса. А у него две цели важных. Это коммерческо-финансовая составляющая деятельности организации и бюрократическая, чтобы выполнить все циркуляры, сдать вовремя отчетность контролирующих органов. Его можно понять. Но вот это все, они не просто так эффективные менеджеры сами по себе родились и образовались у нас, а их сформировала система. И последнее, чтобы на плохих, печальных нотах не заканчивать свой доклад, наверное, выход есть в любой ситуации. И я считаю, что выход из сложившейся ситуации, в частности, в нашем образовании, это переход все-таки на социально ориентированную модель образования. Это не мои фантазии. Этому есть конкретные примеры. Даже среди капиталистических стран. Это те же скандинавские страны со своей скандинавской моделью и более социально ориентированной моделью капиталистических отношений. Это Китай. И это, конечно, естественно, пример Советского Союза. И поэтому я считаю, что можно начать с малого. Я вот тут на слайде некоторые моменты, в том числе четыре основных направления, с чего можно начать. Первое, это все-таки ориентировать не просто на экономические или на цели национальной безопасности образования, которые сейчас у нас превыше всего. Кстати, посмотрите, если вы посмотрите на военные вузы, они обеспечены вот просто по последнему слову техники. Я просто видела очень много роликов, что из себя сейчас представляют военные университеты. Я бы, наверное, хотела, чтобы мой ребенок там учился, но я просто не хочу, чтобы он стал военным. Но вообще-то они оснащены, оборудованы, и зарплата у преподавателей даже не в сравнении идет с обычными гражданскими вузами. Поэтому все-таки я считаю, что не только нужно ориентировать развитие образования на экономические цели и цели национальной безопасности, но и социальная и гуманитарная ориентация должна быть образованием. Второе, это, конечно, образование должно быть более общедоступно, и мы не должны двигаться в направлении формирования элитарной модели образования. Все-таки образование должно быть эголитарным. И в настоящее время как можно сделать? Ну что, вот вы можете сказать, Наталья Геннадь, что вы предлагаете раздать людям деньги, чтобы они пошли там, оплатили свое обучение? Но в том числе и это. Если ребенок показывает выдающиеся результаты в школе, если вы хотите, чтобы он учился, например, в хорошем вузе, то, наверное, можно оказать помощь семье и этому ребенку, и почему не профинансировать его обучение? Если пока мы сразу не можем перестроить всю систему образования, вот перейти сразу на социально ориентированные рельсы, скажем, на бесплатное образование. Ну и, конечно же, это последнее, это демократическая модель образования. Если ребенок будет взращен, так скажем, в забюрократизированную систему, начиная с детского сада и заканчивая университетом, он будет увидеть всю эту бюрократическую махину, то, наверное, мы ничего хорошего из нашего общества в будущем не получим. И напоследок у меня все, но я хочу закончить словами Карла Маркса свое выступление, свой доклад. «С одной стороны, для установления правильной системы образования требуется изменение социальных условий», сказал Карл Маркс в 1847 году. «С другой стороны, для того, чтобы изменить социальные условия, нужна соответствующая система образования». Это, уважаемые коллеги и товарищи, говорит о чем? О том, что природная сущность образования двояка. С одной стороны, как я говорила, она одевает все ртучок и застегивает тех социально-экономических отношений, а с другой стороны, она может влиять на эти социально-экономические отношения. Поэтому наша задача, я считаю, каждого на своем месте, кто-то научными докладами, кто-то своей работой в университете, кто-то воспитанием в детском саду, кто-то отстаиванием своих прав, в том числе в образовательных организациях, как педагога, должен влиять на определенные отношения и переориентацию нашей системы образования. Спасибо за внимание. Продолжение следует...